Павел Николаевич, что все-таки будет происходить с Домом культуры? Мы до сих пор не можем туда вводить детей для занятий, и кружки проходят где-то там по квартирам. Какая у вас информация? Давайте так. Суды специально затягивают, Виденовский городской суд, рассмотрение этих дел. Потому что понимаешь, что как-то они приступят к рассмотрению по существу, хотя у них нет такого полномочия, нужно передавать в арбитражный суд все вопросы, связанные с Дворцом культуры, потому что это отношение между двумя юридическими лицами, то и арбитражный суд, и Виденовский городской примут решение, что нельзя заставить арендодателя, собственника здания заключить договор о аренде. Тем более, что у нас есть полные доказательства того, что на протяжении пяти месяцев предлагали заключить договор о аренде. Все его здания, а районная администрация, администрация Ленинского городского округа уклонялась всячески. И когда уже они приняли в бюджете бюджет этого года, и там не было расходов, связанных с арендой всего этого здания, у администрации прям конкретно, то ясно, что мы вынуждены были, скажем так, начать принимать людей, этих работников, которые ведут кружки, и все остальные к себе на работу, значит, чтобы с 1 января кружки не прекратили свою деятельность. Кружки свою деятельность не прекратили, а эти бандиты захватили здание и теперь пытаются судами затянуть, скажем так, этот вопрос, заволокитить его. Судьи Виденовского городского суда приняли обеспечительные меры, которые не имели права принимать. А мы недавно говорили еще, там, год назад, о том, что дворец культуры требует ремонта. Кстати, у нас в договорах было написано, что текущий ремонт проводит арендатор, то есть районная власть, но она ничего не делала на протяжении всего года и ни копейки денег на ремонт не выделяла. Теперь мы приступили к капитальному ремонту. Но как приступили? Мы начали готовиться к ремонту, и тут выяснилось, что этот неадекватный директор Центра культуры и его сотрудники не пускают наших работников, ну и смежников тех строительных организаций, которые должны проводить ремонт для обследования здания, а без обследования невозможно сделать проекты ЦТП. Там же есть определенные проблемы. Они не разрешают ходить по зданию? Они только должны охранять муниципальное мущество. В том-то и дело, в этом-то и беспредел весь. Мы вызываем полицию, она ничего не делает, мы пишем прокуратуру, прокуратура не принимает никаких действий, все прекрасно понимают, что вот эти вот, скажем так, рота-агровцы и муниципальные, так сказать, нанятые из рота-агра граждане, они не выполняют закон, они не имеют права нам препятствовать. Нет, ну реквизит могут охранять, зачем они... Ну а сейчас, мы же не мордой им бить не будем, у нас совершенно другой принцип. Ну это бескресел. Да, мы пытаемся обратиться к властям, власть ничего не делает. Ну, написали там кучу писем, потому сначала главе района, потом исполняющим главы района. Я тут общался недавно с замглавы по социальным вопросам, ну, прикидывается дурочкой такая, понять как будто ничего не может. Я говорю, понимаете, что у нас 400 детей, которые ходят в наши кружки, не могут попасть в дворец культуры, в нашу собственность. В собственность, да. Она говорит, ну ничего не знаю, там же есть обеспечительные меры суда. Я говорю, ну вы посмотрите на обеспечительные меры суда. Ну, суд может, конечно, сойти с ума, но сто раз он же не может сойти с ума. А они же нам за... Последний раз судья принял обеспечительные меры о том, что мы должны беспрепятственно подать туда горячую воду. Ну, так называемый ГВС, горячее водоснабжение. А там никогда не было ГВС, там стояли электрокотлы. Это сделать технически невозможно. И наш юрист говорит, судья, вы посмотрите, вообще, что вы напринимали-то? Она хлопает глазами, судья, и не снимает обеспечительные меры, потому что ей команду дали. Ну, к сожалению, это так. Вот. Поэтому мы сейчас готовимся к ремонту, завозим туда стройматериалы. Я думаю, что в ближайшее время мы начнем ремонт. Там, где это возможно. Ну, и дальше будем вызывать опять полицию каждый раз, выводить этих людей, потому что при начале ремонта там никто не может находиться, потому что там не будет электричества, ничего не будет, кроме того, что начнутся серьезные ремонтные работы. Придется раздолбить там часть стен, часть полов, потому что те трубы, которые лежат в водоснабжении, канализовании, они, конечно, уже давным-давно пришли в негодность, их нужно будет менять. Там очень большой объем работы по кондиционированию, по вентиляции. Нам придется затащить туда новое оборудование, старое вынести. Там придется в некоторых местах делать еще дополнительные, скажем так, перекрытия. Но мы это давно собирались делать, вот мы сейчас будем этим заниматься. Но наша задача к первому сентябрю закончить ремонт, чтобы дети туда зашли заниматься. Ну, я надеюсь, что до первого сентября суды рассмотрят все наши иски и их бездарное, скажем так, руководство уйдет. Тем более, что они сами же заявляли, что они где-то арендовали в Вегасе какие-то помещения, там какие-то мероприятия проводят. Ну, и бог им в поддержку. Они занимаются, никто же не против того, чтобы они занимались. Ну, а мы будем сами заниматься с нашими детьми. Кстати, вы видите, что рядом спортзал, там такая же была ситуация, только центр спорта выехал, мы провели текущий ремонт, и сейчас там занимаются дети. В общем, достаточно успешно, и все хорошо. Гимнастика бесплатная. Поэтому такая вредность, глупость, но я думаю, что мы ее преодолеем. Другое дело, что решения судов абсолютно неадекватны. А вот эти решения судов, опять состоялся суд по миллиарду? Это очень интересная история. Да, 8 месяцев конституционная инстанция суда откладывала и откладывала дело. Ну, там вообще-то на самом деле все понятно, потому что предыдущая конституционная инстанция поставила задачу перед арбитражным судом и московского округа, и потом апелляционной инстанции провести экспертизу. Экспертизу чего? Экспертизу стоимости земельного участка, который якобы незаконно или неправильно был передан и потом продан Икеи. Если бы они проводили экспертизу, они бы увидели, что участок, который стоил 2 миллиона рублей, был внесен в уставной капитал предприятия, которое потом стопроцентно стало предприятием совхоза имени Ленина, дочерним предприятием, значит, за 27, по-моему, миллионов, и поэтому никакого ущерба не было. Было решение общего собрания, 99 процентов, в общем, все пришедшие на собрание поголосовали за. То есть 25 миллионов уже был плюс при передаче. Ну да, то есть ущерба быть не могло никакого. А потом, когда этот участок, половина земельного участка была продана, то миллиард 130 миллионов чистых денег пришло в совхоз имени Ленина, еще налогов было заплачено больше, по-моему, 400 миллионов. Ну, я точно сейчас цифру не помню. Все это происходило 11 лет назад, но потом, когда я стал кандидатом в президенты, за 18 дней арбитражный суд рассмотрел решение не в пользу совхоза, не в мою пользу. Которое уже раньше было рассмотрено? Оно не было рассмотрено. Вообще, этот вопрос не поднимался никогда. Ну, прошло 10 лет уже, кто там мог поднимать этот вопрос. А там же совершенно как-то удивительная история. Никто не может объяснить, откуда взяли вот эти так называемые миноритарные акционеры, которые обладают 0,45% акций. Меньше процента. Меньше процента. Они вообще не имели права в суд подавать. Ну, или суд не должен был рассматривать по нашим законам их эти, скажем так, требования. Тем более, что прошло-то уже лет 10. То есть, это уже и срок исковой, но все что угодно могло пройти. Ну, и после этого было решение, скажем, именно в президентскую кампанию. А потом рейдеры продолжили свою работу. И сначала мы выиграли два суда, потом некто Савериденко, такой зампред Верховного суда, который потом был уволен, значит, пролоббировал, чтобы вернулся в первую инстанцию. Касаций написал, что проведите экспертизу, надо все-таки понять, какой земельный участок был внесен, что с ним потом стало, а через год он стал другой категорией, соответственно, цена его кадастрова поднялась. Ну, все было понятно, но вот последние события, они очень интересны. Восемь месяцев Касационная инстанция не рассматривала этот вопрос, время откладывала. А потом одномоментно, значит, отложила на неделю, потом еще на неделю, потом кто-то, видно, вмешался, то ли деньги, то ли опять какой-то очередной звонок произошел, и Касационная инстанция засиливает, то есть соглашается с решением нежестоящего суда, и все. И мы теперь находим ситуацию, где совхоз должен был заплатить и уже заплатил налог с несуществующего миллиарда. По идее, конечно, наши вот эти противники, вот эти единороссы, которые пытаются развалить наше хозяйство, они, конечно, стараются его банкротить, сделать так, чтобы мы перестали выплачивать налоги, заработную плату. понимая, что может происходить, мы консолидируем, скажем так, свои возможности, они хотели, видно, чтобы мы не подготовились к пассивной компании, потому что сейчас самое тяжелое время, в каком смысле, мы денег уже не получаем от продукции, потому что то, что лежало на хранении уже продано, единственное, что молоко, но бесперебойно, а вот расходы у нас сейчас большие, ну, любое хозяйство, которое готовится к пассивной компании, оно вынуждено тратить денег много сейчас, закупать семена, удобрения, солярку, средства защиты растений, ну, в общем, все-все-все-все-все, выплачивать премии, а у нас, как правило, весна, это выплата больших премий, вот, и они надеялись, что мы что-то не сможем, а мы все можем, мы, ну, скажем так, коллектив очень стабильный, и мы нашли возможность изыскать там дополнительные деньги. А вот люди, что собирали, это как-то помощь оказала? Да, кстати, я опять должен сказать огромное спасибо людям, потому что на самом деле, вот, из 150 миллионов, которые мы заплатили, больше, ну, почти 60 миллионов, это деньги, которые собраны гражданами. Правда, наши вот эти вот оппоненты, единороссы, пытались доказать, что это не по судебному решению, не в пользу Грудинину, не там, а что, как будто это дар совхозу, да, но в конечном итоге суд мы выиграли, доказали, что нет, именно там, что написано в платежке, что по исполнительному листу, такому, то за Грудинину, и мы эти деньги получили, мы сейчас их перечислили в виде уплаты налога, и будем делать то, что мы обещали. Люди помогли спасти совхоз. Ну да, конечно, я вообще не представляю, очень сложно, понимаете, люди, простые люди находятся в очень тяжелом положении, экономическом положении, тем более, это пандемия, очень многие разорились, предприятия, многих это подвило сократить время работы, ну то есть люди экономически попали под удар, несмотря на это, такая огромная сумма денег, на мой взгляд, это очень хорошо, для нас, вот, и спасибо большое всем, кто принимал в этом участие, вот, ну а дальше будем бороться, что вам? Паркса будете строить? Обязательно, только вот вопрос, когда? Понимаете, тут есть две вещи, которые обязательно нам нужно преодолеть, сейчас принимается новый генеральный план Ленинского городского округа, в замечаниях, которые с охозлением направил на этот генеральный план, в том числе, есть обращение, чтобы нам перевели участок земли, ну вот рядом, недалеко от развилки, недалеко от совхоза Ленин, для того, чтобы мы могли там построить парк, потому что надо поменять вид разрешенного использования, пока не знаю, комиссия молчит, не говорит, приняла она наше замечание, это не приняла, а у нас там было замечание на 15 листах, там действительно очень много, мы говорили о том, что необходимо сделать кладбище на территории, в том числе показывали, где это можно сделать, мы говорили о том, что нужно построить больницу, тоже недалеко от того места, где будет парк, я надеюсь, нас эта власть поддержит, и там нужно построить больницу, причем такую многопрофильную, большую, а не такие, какие сейчас вот там, типа Молокова строят, или там не построили, а там такой, ну не как, больница, скажем так, социального содержания, а нужно реально высокую, классную медицину там сделать, у нас для этого есть земельные участки, мы понимаем, где это нужно делать, такие предложения внесли, ну и там много предложений по транспортному обслуживанию населения, о том, что необходимо сделать для того, чтобы вот эта вот ситуация с дорогами, в том числе с экологией решалась, но это огромная такая работа по генплану, судя по тому, что я видел в генплане, мы, кстати, обсуждали это все, конечно, генплан нужно полностью переделывать, нужно нанести все охраны, и зоны, нужно сделать так, чтобы людям было комфортно жить, надо уменьшить нагрузку жилья, больше сделать, конечно, промышленных предприятий, предприятий, которые, ну, чтобы работать, самое большое счастье сейчас, это работать рядом с домом, потому что ездить по два часа на работу, это просто немыслимо. Получается, что вы хотите свои земли использовать под социальные объекты, парк, больницу и кладбище? Нет, есть определенное количество земель, которые, скажем так, нецелесообразно использовать для селькозпроизводства. Я уже говорил, что мы находимся, смотрите, сколько у нас дорог, кольцевая дорога, Каширское шоссе, аэропортовская трасса, М4, и с другой стороны, там еще есть, ну, ряд местных дорог, таких как Баладарское шоссе, мы пытаемся, естественно, мы пытаемся как можно меньше, чтобы было соприкосновение между транспортной инфраструктурой и нашими особо ценными землями. И мы вынуждены, вот как мы это сделали на кольцевой дороге, 200-метровую зону, например, от кольцевой дороги взяли и перепрофилировали, ну, чтобы был такой буфер, чтобы то, что летит с дороги, не попадало сразу на поля. Потому что я уже неоднократно говорил, еще в советское время земельные участки, которые прилегали к кольцевой дороге, мы не производили там ни земля, ни ику, ни то, что едят люди, мы производили там травы, которые вынуждены потом, после того, как проводим анализ, замеры, иногда уничтожать. Почему? Потому что тяжелые металлы, которые летят с дороги, ну, и там всякие химии, а сейчас особенно видно, что используют огромное количество химии. Вы просто тут недавно, а я всю жизнь живу в совхозе и точно знаю, что вот вдоль кольцевой дороги когда-то росли березы. Ну, мы сажали аллейки и там были такие зеленые насаждения. А потом, когда стали работать вот этими реагентами, да, нового типа, то все березы засохли. Вот. И там трава тоже становится такой угнетенный. и она не растет так, как хотелось. Вот. И можно, конечно, долго бороться с последствиями вот этого, ну, скажем, экологического бедствия, а можно пытаться отойти в сторону. Мы это и делаем. Естественно, мы никому бесплатно ничего не отдавали. Мы эти участки продали. И деньги, которые получили от, скажем так, реализации этих участков, инвестировали, в том числе, в сельское хозяйство, новые технологии. И теперь мы в 3-5 раз увеличили производство сельхозпродукции с нашей земли. На меньшей территории? На меньшей территории, да. И одновременно с этим получили возможность получать новейшие технологии, потому что это стоит денег. Ведь построить, например, роботизированную ферму стоит 400 миллионов. Мы кредитов не берем. Государство нам никогда не помогало. Откуда мы брали деньги? Ну, естественно, из этих источников. Экстенсивный способ развития. Раньше это называлось. Ну, сейчас, вы можете... За счет оптимизации. Нет, вот тут очень интересно. По какому пути идет сельское хозяйство России? Можно идти по экстенсивному пути? То есть, с теми старыми технологиями, которые есть, увеличивать производство за счет увеличения площадей. А можно пойти по интенсивным технологиям? То есть, ну, только зеленые технологии. Я не имею в виду вот эти вот химию, которые там... Да, искусственные. Да, искусственные. А вот именно зеленые технологии, которые позволяют с учетом органических методов хозяйствования на время увеличивать производство. За счет семеноводства, за счет новых технологий в производстве. Переход с гребней на гряды, например, нам существенно увеличило количество с одного гектара произведенной продукции, овощной. Переход на капельный полив позволил производить земляники в два, в три раза больше с одного гектара, чем мы производили раньше. Производство... То есть, роботизированная ферма и новые подходы к генетике позволят получать натуральное молоко. Раньше мы получали, например, 20 лет назад 2,5 тысячи литров на корову, а сейчас получаем 11 тысяч литров на корову. То есть, корова одна и та же, а производство увеличилось в четыре раза от одной коровы. А кормов она есть столько же, может, чуть-чуть больше за счет правильного кормления. Поэтому тут много факторов. Поэтому мы лучшие наши земли никогда никому не отдадим. а земли, которые, скажем так, зажат. Например, сейчас один участок земли между развилкой и дорогой Каширским шоссе и Демагидовской трассы. Можно, конечно, долго обносить все заборами, а можно просто поставить там парк, который позволит привлечь большое количество людей. А я видел такие земляничные парки, где одновременно продается практически вся земляника того предприятия, которые производят землянику. То есть это дополнительный доход, но одновременно это обучение сельскому хозяйству. Такие земляничные парки, их 8 штук, например, в Германии, а я думаю, что сейчас больше 100 штук уже в Китае. Это очень интересно, потому что люди хотят быть на природе, вроде как окунуться в сельскую жизнь, но одновременно иметь какой-то комфорт, цивилизацию. И вот такой парк, например, в 20 километрах от Берлина есть, туда ездит огромное количество людей, то есть это такое времяпровождение. Сколько он стоит? Ну, это было давно, мы считали 6 или 7 лет назад, это где-то должно было обойтись где-то в 20 миллионов евро. первый этап в 10 и еще там. Но на самом деле, понимаете, это же аппетит приходит во время еды. Что вы там? Вот когда я приехал в тот земляничный парк, который в Германии, я могу сказать, что там стоят большие шатры и там песчаные фигуры. Одновременно с другой стороны стоит тоже такой огромный навес, это такое сооружение, где ледяные фигуры. Там поддерживается температура минус 2 и такие тематические ледяные фигуры, и люди туда входят, дают такие балахоны. И очень красиво. Ну, интересная вещь. А когда ты выходишь, там одновременно вот такая сельская жизнь, то есть коровы, козы, утки, куры и одновременно такая типа Диснелэнда что-то. То есть всякие горки, всякие там маршруты, очень интересные аттракционы, связанные с сельским хозяйством. Например, берут старые доктора, сажают, то есть убирают там кабины и по рейсу идет такой-то и дети смотрят в этот момент там, значит, открывается там какой-то хлев и там маленький ягненок или еще что-то. В общем, много интересного. Он очень востребован. В одном таком парке вот я увидел стоянку больше 1200 автомобилей и в будний день, ну, правда, это были каникулы, лето, значит, все заполнено. А рядом земляничные поля. И те же самые люди, которые приехали в этот парк, одновременно могут либо сами собрать землянику и ее купить, либо просто купить уже собранную землянику. Этот вот фермер от Тадаль, он в Германии вот такой вроде как первопроходец, но он мне рассказывал, что уже больше дохода он получает не от производства земляники, а у него 300 с чем-то гектар только земляники и он 6600 тонн. Вот мы если производим 1200 тонн ягоды в год, то он 6600, то есть в 5 раз больше, чем поэтому такое вызывает уважение. Насколько у него людей работает? На сборе больше тысячи человек, причем тоже интересно, там собирают ягоду поляки и украинцы, не немецкие граждане, немцы если не собирают таким принципом, что он собирает для себя, потом приходит завешивает и покупает. Но 1100 человек у него живет в общежитиях, я видел эти общежития, они кстати немного хуже чем наши, потому что мы построили такие более стационарные и более пригодные для жизни общежития, у них там как раз у нас-то туалеты прям внутри, а у них они на улице, приходится там выбегать. Ну нет, в принципе очень достойно все, и значит это только на сборе работает, еще где-то человек 120 работает у него в производстве, то есть доктористы, и очень больше ста человек работают при обслуживании вот одного парка. Причем там очень интересно, там примечательно студенты, молодежь, которые подрабатывают, у них такой гибкий график, и нас как раз один из этих волонтеров, волонтеров, студентов водил, показывал, то есть у них там процесс обучения, потом очень интересная корпоративная среда, в общем есть к чему стремиться, и я думаю, что мы не хуже немцев, можем все это сделать, нам нужно только две вещи, поддержка власти и доход населения, потому что любая услуга такого типа, она стоит денег, мы социалистическое предприятие, но охватить всю Россию и бесплатно пускать, только в том случае, если получим деньги, как я вам рассказывал, мы построим, ну и там кстати в этой Германии вход в парк бесплатный, но некоторые аттракционы они оплачиваются, там 2 евро, 3 евро, а вот большие деньги он получает от другого, о том, что он рядом с парком построил 800 мест всяких ресторанов, закусочных и все остальное, и вот это уже за деньги, и хочешь хорошо отдыхать, ты получишь прежде всего аппетит, аппетит придет тебе куда? В ресторан, и вот там уже доходы достаточно большие, а вторая статья доходов тоже очень интересна, от продажи сувениров с их штампом, земляника она сама собой приносит доход, но земляника она, культура у него там 2 месяца идет, южнее гораздо, у него сбор 2 месяца, а вот сопутствующие товары, то, что он производит из земляники, то, что сувениры, я его случайно встретил, знаешь где, в Китае, я ездил в Китай покупать, значит, у нас же было сто лет, когда мы покупали сувениры там, с символикой совхоза Ленина, там заказывали, да, и там огромная выставка в Гуанчжоу, такой, весь город, такой промышленный центр, и там эта выставка как раз проходила, и мы там с ним столкнулись, он покупал сувениры для своих этих парков в Китае, а мы покупали сувениры для себя, для совхоза и делей, так что, в принципе, вот от этого он получает дополнительный доход, генерирует так называемый поток туристов, ну надеюсь у нас тоже будет такой парк, мы же огромное количество вещей могли бы сделать, первый раз мы обратились в правительство Московской области с этим предложением лет 6 назад, и не получили никакой поддержки, потом мы обратились уже там через районную администрацию, мы хотели сделать между Видном и совхозом Ленина такой тоже бесплатный парк, ну в лесном массиве, в Видномском лесничестве, и даже поучаствовали в разработке проекта лесоустройства, там должна быть лыжная трасса освещенная, там должны быть зоны отдыха, там детские игровые формы, мы все это написали, нарисовали, и даже поверив бывшему главе, там Венцель был такой, он сказал, что да, мы дадим в аренду сельскому поселению, вы все сделаете, мы даже начали строить там часть элемента так и построили уже, твердого покрытия, дороги, сделали там туалет, такой стационарный, вот это как раз около агротуризма нашего, ну а потом, как принято у нашей власти, нас кинули просто, сказали, никакого договора аренда не будет, сделать вы ничего не сможете, ну и потратили там, не знаю, миллионов пять, наверное, рублей, ну и так потеряли эти деньги, правда дорожка твердая частично есть, но, а идея была очень хорошая, мы же там содержим этих, как, ну, животных, в том числе и лошадей, и прогулка на телеге, или там, на бричке по лесу, у нас так, и мы тоже в Германии купили такие вот очень интересные повозки, вот, потом мы, у нас есть такой паровозик, который может ездить, ну, конечно, по твердому покрытию, вот, но лесные экскурсии очень интересно было бы сделать, и тоже, кстати, я был в Латвии, видел очень интересные лесные тропы, это очень интересная такая вещь, когда ребенок с родителем приходит в лес, там, вообще, по-моему, кто-ли один евро он платит, но, он говорит, снимает ботинки и идет босыми ногами по лесу, причем, все время меняется покрытие, то ли, по шишкам он идет, потом по песку, потом по грязи, потом наоборот, в общем, везде все это, конечно, оборудовано, по камешкам, то есть, вот такое единение с природой, значит, одновременно там же везде есть такие стенды, показывают, например, сколько, скажем, нужно времени, чтобы полиэтиленовая бутылка сгнила, сколько нужно, чтобы телефон сотовый разложился, ребенок сразу понимает, что не кидать это нельзя, что нужно обязательно утилизировать, потом там много всяких вот стендов про фауну, которые населяет вот этот лес, и это все в таком хорошем состоянии, потом там ручьи специально текут, чтобы дети, ну и родители могли пройти босиком по воде, в общем, очень интересно, я со своими внуками там ходил и понял, что это нужно делать у нас обязательно, причем, это не только в Латвии, я такие парки видел в Австрии, в Германии, вроде как в лесу, природа, но одновременно цивилизация, ну естественно, там все оборудовано туалетами, местами сбора мусора, в Большом парке в Латвии, например, раз есть расписание, раз в полчаса проезжает этот вот такой же паровозик, который собирает всех, кто устал и везет к их машинам, в общем, все это можно делать, только для этого нужны две вещи, поддержка власти, ну и естественно, чтобы население хотело не лежать на диване, не смотреть этот, скажем так, ящик, а заниматься физкультурой, спортом, развитием детей.